ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В основном для осуществления деятельности физическому лицу нужно зарегистрироваться в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Но есть и такие виды деятельности, при которых физическому лицу не требуется регистрация в качестве субъекта хозяйствования. Их на сегодня 17. Предусмотрены они статьей 295 Налогового кодекса. Для этого физическому лицу необходимо представить налоговый орган заявление о постановке на учет в качестве физического лица и указать вид деятельности, который он будет осуществлять. Налоговый инспектор рассчитает ставочку единого налога, которую надо будет уплатить до начала осуществления деятельности. К таким наиболее распространенным видам деятельности относятся оказание услуг репетиторства, музыкальное обслуживание, фотоуслуги. С этого года появился новый вид деятельности видеосъемка. В преддверии сезона сельскохозяйственных работ сельские жители могут стать на учет и осуществлять деятельность, связанную с обработкой земельных участков. И уплату можно производить только за тот период, когда будет осуществляться деятельность. Не могу остановиться на осуществлении ремесленной деятельности. Этот вид деятельности предусмотрен указом президента Республики Беларусь номер 225. На сегодняшний день физические лица могут осуществлять более 30 видов ремесленной деятельности. Это также деятельность, которая не требует регистрации в качестве субъекта хозяйственных. Для этого нужно обратиться в налоговый орган с заявлением и указать вид деятельности, который будет осуществлять. И до начала осуществления ремесленной деятельности нужно уплатить ремесленный сбор один раз в год в размере одной базовой величины. На сегодняшний день это 23 рубля. Еще раз обращу внимание, что ни деятельность по заявительному принципу, ни ремесленная деятельность не являются предпринимательской деятельностью. Поэтому при ее осуществлении физическому лицу не нужно вести ни учет доходов и расходов, и не представлять какую-либо отчетность, в том числе и в налоговый орган. Спасибо, Татьяна Александровна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова